На сегодняшний день в Курганской области частники реализуют порядка 180 тысяч тонн молока в год. Из них менее 20 тысяч данного на переработку продукта датируются правительством региона из областного бюджета. Остальные получают полным рублем от закупщиков. Причем, чтобы получить дотацию в размере 2 рублей за каждый реализованный литр молока, владельцы личных подсобных хозяйств должны пройти немалый путь, соблюдая жесткие критерии и оформляя большое количество документов. На содержание должно быть не более 10 коров. Сдавать от них нужно не менее 2 тонн литров молока в год. Сергей Пугин уверен, что личные подсобные хозяйства могут продавать свой продукт за его реальную стоимость и получать при этом большие прибыли, чем от областной дотации. Всего в личных подсобных хозяйствах у нас производится порядка 180 тысяч тонн молока. Субсидируем мы в лучшем с лучшей 20 тысяч. То есть оставшиеся 150, ну то есть 160, это молоко, которое живет без субсидирования, без дотации. Но оно тоже произведено в личных подсобных хозяйствах. Поэтому говорить о том эффекте паники или, значит, какого-то там серьезного психологического воздействия на личные подсобные хозяйства, исходя из количества тех, кто получает, сравнивая его с количеством тех, кто производит, я бы не стал. Также Сергей Пугин подчеркнул, что правительство не преследует цели оставить владельцев личных подсобных хозяйств без поддержки. Цель департамента построить цивилизованные рыночные отношения, поэтому сегодня руководство работает над изменением порядка получения денежных средств личных подсобных хозяйств. Эта процедура уже обсуждалась в течение года с депутатами областной думы, руководителями крупных сельхозпредприятий и крупными переработчиками и закупщиками. Идея изменения такова. ЛПХ получает всю цену сразу. Закупщик реализует молоко с учетом этой цены, переработчик формирует рыночную цену. Выход из сложившейся ситуации Сергей Пугин видит в создании владельцами ЛПХ сельскохозяйственных кооперативов, которые централизованно смогли бы закупать молоко с подворий, доставлять его переработчикам и получать при этом поддержку от государства. Примеры успешного создания таких организаций уже существуют в Половинском районе. Понимаю, что любое изменение, то есть люди привыкли к тому порядку, который существует. Поэтому, еще раз говорю, решение об окончательной отмене не принято. Решение о том, как мы будем выстраивать процедуру, сейчас еще у нас идет процесс обсуждения. И на сегодняшний момент мы не говорим о том, что мы лишим поддержки личной подсобной хозяйства. Александр Мироненко, Андрей Глазырин, Кирилл Фельмонов, информационное агентство Курган.ру.